Возлюбленная Церковь Иисуса состоит из плачущих, ноющих и вечно жалующихся слуг Божиих. Нет, мы солдаты Господа-Победителя. И как солдаты-Победители, вместо того, чтобы жить в страхе, мы должны вызывать страх и ужас в сердце врага. Мы должны жить в победе после того, как сдались Царю Царей и Господу Господ. Когда мы встречаемся с нашими близкими после долгого расставания, это всегда вызывает радость. И 23-й псалом, который мы будем изучать сегодня, это выражение огромной радости от долгожданной встречи. Там представлен детский энтузиазм по поводу воссоединения. Скоро мы перейдем к нему, но сперва я хотел бы заметить, как часто Господь Иисус использовал ребенка в качестве примера. Он говорил о детской вере, о детской невинности, о детском энтузиазме и детском доверии. И сегодня мы поговорим о детском энтузиазме, детской энергии и детской радости псалмопевца от этого воссоединения. Расскажу вам предысторию. Израиль лишился ковчега завета. Когда Бог вывел израилитян из египетского рабства, Он заключил с ними завет. Он сказал, что никогда не покинет их. Если вы отвернетесь от Меня, то Я заберу от вас свою защиту, но Я никогда не покину вас. Мое пребывание всегда будет с вами. И символом этого пребывания будет ящик под названием «Ковчег завета». Это был небольшой ящик, внутри которого были скрижали с десятью заповедями, горшок с манной, напоминающий им о Божьей верности в пустыне, и посох Моисея, который Бог использовал в чудесах. В ковчеге завета не было ничего магического, как нет ничего магического в символах причастия. Это всего лишь символ смерти и воскресения нашего Господа. И ковчег символизировал не только Божие пребывание, но и всенародную верность Яхве. Он символизировал то, кто мы, уникальный Божий народ. Это символ безопасной жизни в Израиле. Но семь долгих месяцев народ Божий был отделен от ковчега завета, символа Божьего пребывания. Семь долгих месяцев. Филистимляне думали, если они смогут похитить ковчег завета, то смогут заставить силу Божию работать на них. Они спутали символ с чем-то настоящим. Они похитили ковчег завета, но вместо благословения он принес им проклятие. Ковчег принес филистимлянам смерть и разрушение. Источник благословения для Божьего народа стал западнёй для их врагов. Поэтому филистимляне решили, «Нет, это нам не нужно. Уберите его отсюда, верните его евреям». И они его вернули. И вот происходит воссоединение между Божьим народом и символом его пребывания. И после этого события Давид под вдохновением Святого Духа написал 23-й Псалом. Он празднует воссоединение с Божественным пребыванием. Он празднует с радостью, энтузиазмом и восторгом. И если вы ещё не открыли, это 23-й Псалом, тогда я расскажу вам ещё кое-что о контексте этого Псалма. И, надеюсь, это благословит вас так же сильно, как и меня в своё время. Когда храм был построен, священники выбрали определённые песни для исполнения в храме в определённые дни. Например, по средам они пели 93-й Псалом. По пятницам они пели 92-й Псалом. А в воскресенье, в первый день недели, в день после шаббата, они пели 23-й Псалом. Вы только подумайте. В тот день, когда Господь Иисус вошёл в Иерусалим, в так называемое Вербное Воскресенье, ну а если быть точнее, то в Пальмовое Воскресенье, когда Он триумфально въехал в Иерусалим, священники пели 23-й Псалом, который вы только что прочли. В Пасхальное Воскресенье, когда наш Господь Иисус воскрес, победив грех и смерть, священники в храме исполняли этот 23-й Псалом. Удивительно, не так ли? От одной только мысли об этом внутри меня происходит пробуждение. Я хочу поделиться с вами тремя вещами из этого Псалма. В стихах первом и втором вы видите провозглашение Божьего владения всей Вселенной. В стихах с третьего по шестой вы видите Божие окончательное предложение. А в стихах с седьмого по десятый вы видите, как Господь побеждает и становится непобедимым. Давайте же посмотрим на стихи первой и второй. Божие владения Вселенной. Вот о чем говорится здесь. Господня Земля и все, что наполняет ее. Мне нравится этот старый перевод. Господня Земля и что наполняет ее. Некоторые из вас, верно, я думаю, сейчас... Минуточку, Майкл. А я-то думал, что Земля принадлежит сатане, потому что он князь, господствующий в воздухе. Я думал, Землю контролирует сатана. Да, люди, находящиеся на Земле под контролем сатаны, принадлежат сатане. Подождите минуточку, и я вам все объясню. Господь владеет всей Вселенной бесчисленными звездами, огромным космосом, необъятными орбитами. Это все его. Давайте скажем, это вместе. Господня, Земля и все, что наполняет ее. Скажите, это все его. Однако одна из миллионов планет и галактик является главным фокусом Творца и Создателя. Он сфокусирован на этой одной планете. Но почему именно Земле? Почему не Марс? Почему не Меркурий, к примеру? Почему не Венера? Почему не Сатурн или Нептун? Почему? Почему именно Земля, которая является лишь небольшим пятном по сравнению с другими планетами? Потому что нигде, кроме Земли, Богу не нужно доказывать свои права владения так, как на Земле. Задолго до Адама и Евы и Эдемского сада? Задолго до Змея в саду. Задолго до Сотворения. Люцифер, который был Ангелом Света, Люцифер, который отражал Божий Свет. Люцифер, который служил у Божьего престола, так вот этот, Люцифер, взбунтовался против Бога и захотел завладеть землей, но не смог. Вы знали об этом? Пока Адам не передал ему всю Землю. Адам сам это сделал. Вот почему Богу пришлось восстанавливать свою власть на планете Земля. Вот почему Богу пришлось спасать Землю от чужеземных захватчиков, и Он сделал это две тысячи лет назад на горе под названием Голгофа, Господня Земля, и что наполняет ее. Божие владение, а за ним идет Божие предложения. Оно окончательное и бесповоротное. Давайте вместе посмотрим на стихи с третьего по шестой. Третий стих провозглашает. «Кто взойдет на гору Господню или кто станет на святом месте его?» Ответ прост. Никто. Никто не достоин и недостаточно праведен, чтобы предстать перед Господом. Никто недостаточно чист, чтобы предстать перед Господом. Никто не достоин. Во времена Давида только первосвященник, прошедший всевозможные ритуалы, раз в год входил в святое святых на очень короткое время. Он входил туда в страхе, потому что из-за своего греха мог лишиться жизни. Поэтому вначале он приносил жертву за свои грехи, а потом от имени людей. Эти грехи были покрыты лишь в течение года. На следующий год процедуру нужно было повторить. Почему? Потому что животные, жертвы, не могут навсегда уничтожить грех. Им приходилось приходить каждый год, потому что кровь быков и козлов предоставляла только временное покрытие. Никогда не было вечного прощения грехов. Никогда не было такого понятия, как «простить и забыть». Но вам нужно еще кое-что узнать о ветхозаветном искуплении. Искупить вас мог только родственник. Помните историю о Ваозе и Руфе. Знаете, какими качествами должен обладать родственник-искупитель? Прежде всего, он должен быть родственником, конкретно вашим родственником. Во-вторых, он должен быть очень богатым. Он должен быть настолько богатым, чтобы выкупить вас и вашу долю и стать вашим искупителем. Хочу спросить вас, дорогие, а кто богаче, чем тот, кто владеет вселенной? Никто. Как вы думаете, почему Иисус учил нас говорить «Отче наш»? Это не просто молитва, которую нужно оттороторить. Я бывал в церквях, где люди просто тараторят эту молитву. Нет, он учил людей называть его отцом, своим отцом. Иисус не пытался быть милым или сделать вам что-то приятное. Нет, через кровь Иисуса мы тоже стали его любимыми детьми. Мы стали его родственниками. Мы должны быть родственниками, чтобы он мог искупить нас. Мы должны стать родственниками, чтобы он мог стать нашим искупителем. Если вы не родственник Иисуса и Отца, то сегодня вы можете им стать. Покаетесь в своих грехах. Обратитесь к единственному, кто может простить и искупить вас. Не только в этой жизни. Он искупит вас на всю вечность. Церковь настолько сильно сфокусирована на этой жизни, что мы выпустили из вида вечность. это весьма печально. Итак, владение Господа Вселенной, окончательное предложение Господа и неизбежная победа Господа. Давайте посмотрим на последние стихи. Вы знали, что пять раз в этих строках Дух Святой вдохновил Давида говорить об Иисусе? Он пророчествовал о Христе как о царе славы. Вы уловили? Пять раз. Два раза он поднимает вопрос, кто царь славы? И первый ответ, Господь крепкий и сильный. Господь сильный в бране. Он царь славы. Затем идет второй вопрос, так будто бы он говорит, я не расслышал, можно еще раз, кто является Господом славы? Он желает, чтобы все это услышали. Он хочет, чтобы ад и дьявол трепетали. Он хочет, чтобы враги Бога трепетали. Он царь славы. Он всемогущий. Он царь победитель. Послушайте меня, возлюбленные. Церковь Иисуса состоит из плачущих, ноющих, вечно жалующихся слуг Божиих. Так можно подумать, но на самом деле это не так. Нет. Церковь это солдаты победоносной армии Иисуса. Так давайте жить соответственно. Я думаю, что то, что мы сделали с церковью Иисуса Христа на западе, заставляет ангелов закрывать глаза от смущения. Мы служим неслабому или мертвому герою. Мы солдаты Господа победителя. Поэтому все, кто знают его, должны жить как солдаты победители. Вместо того, чтобы жить в страхе, мы должны вызывать страх и ужас в сердце врага. Вместо того, чтобы жить в поражении, мы должны жить в победе после того, как сдались царю царей и Господу Господ. Кто этот царь славы? Господь сильный в брани. Он царь славы. Здесь не сказано, Господь, ноющий в трудностях. Здесь не сказано, что Господу трудно так же, как и тем, кто в трудностях. Нет, конечно, я хочу обратить ваше внимание на два последних стиха. Пожалуйста, будьте внимательны. Не упустите это между стихом 9 и 10 лежит отрезок в несколько столетий. Мы называем это эрой благодати. Что я имею в виду? послушайте. Прямо сейчас Господь Иисус собирает своих людей из каждого племени, народа и языка. Победитель Господь Иисус уже сейчас призывает своих избранных со всех концов земли. впервые в истории мы видим, как великие евангельские лидеры отворачиваются от Евангелия, а террористы приходят ко Христу и становятся евангелистами. И мы с вами являемся Божьими инструментами в том, чтобы призывать Его детей домой, чтобы вместе с ними мы могли пережить радость воссоединения с Иисусом на небесах. В следующем послании мы больше поговорим на эту тему. Но прямо сейчас я абсолютно уверен, что Иисус собирает своих людей и готовится к этому воссоединению на небесах. Он собирает всех, кто связан с небесами. Это может произойти раньше, чем мы думаем. Когда зазвучит труба, и мир остолбенеет, люди посмотрят наверх, и увидят церковь Иисуса Христа, поднимающуюся на небо так же, как это когда-то делал сам Иисус. Они будут подниматься с дорог и тропинок, с самолетов и рабочих мест, с ферм и фабрик, и с тюрем, где они сидели за имя Христа со всех уголков семи континентов. Они будут подниматься так же, как когда-то Иисус, а те, кто останутся, будут смотреть вверх и видеть все своими собственными глазами. Я говорю это с печалью в сердце. Видя наш путь домой, они поймут, что для них уже слишком поздно. Слишком поздно. те, кто отвергли Иисуса как единственный путь ко спасению, те, кто хотели изменить Иисуса, сделать так, чтобы Он подходил их взглядом, те, кто поклонялись слабому и немощному Иисусу. Они будут призывать Господа, но будет уже слишком поздно. Я представляю, что некоторые из них даже пойдут в одну из мертвых церквей. Я не буду произносить их имена. Вы знаете, что я имею в виду? Они пойдут в мертвые церкви за ответами, но не получат ответы, потому что люди в тех церквях будут в еще худшем состоянии, чем они сами. Они знали истину, но отвергли ее. Они будут стучать, но никто им не откроет. Они будут искать, но не найдут. Они будут просить, но никто не будет отвечать на их просьбы и мольбы. А наш Господь Победитель поведет нас на небеса. Он приведет всех искупленных, и ангелы будут спрашивать у них, кто есть. Этот царь славы, он покажет на всех своих искупленных и скажет «Это мои солдаты, это верные мужчины и женщины, мальчики и девочки, которые верили мне, надеялись на меня, они вместе со мной одержали победу в брани. Открывайте ворота небесные, небеса откроются, и мы войдем вместе с Господом». Слово Божие говорит, Господь говорит, что мы будем с Ним как долго? Сколько? Сколько? Я молюсь о том, чтобы никто из тех, кто слышит меня сейчас, не оставался без спасительного знания об Иисусе Христе и не оставался бы прежним. Провозглашаю бескомпромиссную истину на пути вперед с доктором Майклом истин истин для Субтитры создавал DimaTorzok